Доченька, ты смотри, она всё сожрёт у тебя. Всё, что можно съесть, она всё сожрёт. Всё, что нельзя есть. Абсолютно верно. Ты что собираешься делать? Ты уже и так всё съела. Добрый вечер всем. Я на телефоне, на телефоне. Ни на компьютере не переживаю. У меня дочь переживает, почему я это, почему не в Ютьюбе. Да я не знаю, устал от Ютьюба. Мне кажется, вам нужно отдохнуть от меня, а мне это от Ютьюба. А так всё хорошо. Привет, привет. А то вы там пишите, мне пишут в директе. Говорят, Жень, ты как вообще дела в целом? Куда пропал? Да нет, всё нормально, просто с дочкой. Правое время. Алименты ребёнку заплатил, они ждут. Да, заплатил Монстр Боксинг. Заплатил, заплатил. Я даже немного денег оставил, для того, чтобы тебе чуть-чуть укоротить нос твое любопытное. Вот, а то он у тебя длинный, ты, видимо, его суёшь. Привык так по жизни. Здорово, здорово всем. Привет, Германия, привет. Женька, привет. Привет. Что случилось опять? Правильно, Инстаграм лучше. Да нет, Виктория, Ютьюб лучше. Инстаграм ни о чём. Ютьюб денег приносит, а Инстаграм ни копейки не приносит. Я имею в виду конкретно прямые трансляции. Жень, что чаще делают эфиры в Инстаграме? Почаще. Я не могу почаще. Привет, Ингуша, тебе привет. Мне не интересно в Инстаграм. Я в Инстаграм вот сейчас зашёл, для того, чтобы просто, ну, там, задали вопросы. Я никуда не пропадал, здесь я с дочкой был. И есть, и остаюсь с дочкой. Вот, так просто. По поводу эфира, завтра, Ютьюба, тоже не хочу, тоже не будет. Поэтому, не знаю, когда будет. Как будет, сразу узнаете. Посмотрим. Завтра хочу дочку взять, пойти погулять. Как погулял? Где погулял? Да я вообще всегда хорошо гуляю, ребят. У меня нету границ, там нету грани. Вот. Привет, слышал, новость, 700 килограмм кокса тормознули. Ничего себе, Кость. Скучные новогодние праздники, будто у москвичей. Привет, Жень, как относишься к её новому отчиму? К какому новому? Что такое? Я не серьёзный, нормальный, просто спокойный. Просто спокойный. Ничего. Видели твои танцы? А, так у меня танцы всегда лучше всех. Лучше всех. Евгений, какие планы на Новый год? Пока думаю, не знаю, в раздумьях, что делать. Слышал новости. Какую новость, Дашулечка? Здравствуйте, что готовили вкусного? Ничего, Крис, ничего не готовили. А, блинчики сегодня делали. Кто подписан на мой телеграм-канал, те знают, чем мы занимаемся с дочкой целыми днями. Как же теперь Москва без кокса? Ну, так это не только Москва, это вся Россия. 700 килограмм. Что ты думаешь, Москва, что ли, 700 килограмм убахливает? Почти тонну. Это по всей России расходится. Просто пути поставок же у нас определённые. Это что там, Питерский порт, граница с Финнами. Ну, в основном через Питерский порт, как я предполагаю, попадает всё. А вот, поэтому... И отсюда всё растаскивается по всей России, по всем регионам. 700 килограмм, ни хрена себе. Давай свой телеграм. К нам больше не хочешь выходить? Жизнь, видимо, наладилась. Не отдам телеграмм свой. Пап, не отдашь телеграмму свой? Какой телеграмм тебе дашь? Им. Нет, не дам. Что скажешь про вечеринку июльевой? Папа, не так. Да ничего, мне всё равно. Им свой телеграмм. Да, слушайте, я не буду там ханжой, не буду моралистом, знаете, вот как многие выкладывают видео, связанное с тем, что вот она так отдохнула, когда там наши пацаны в окопах. Ну, всё это понятно, понимаете? Так всю жизнь можно говорить. А вот вы слушаете музыку, пока наши пацаны в окопах. А вот вы, значит, в кафе сидите, веселитесь, пока наши пацаны в окопах. Ребят, ну, как бы здесь такая ситуация. Вот. Имеют бабки, но вот так отдыхают. Говорить о морали, ну что? А кто? 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 Кто там выглядел плохо? Ивлеева, которая, ну, я предполагаю, что с ней что-то происходит, потому что она... Привет, Дагестан. Потому что её худоба, она, ну, нездоровая худоба. И так похудеть, ну, я думаю, там не шунтирование, я думаю, что там не уменьшение желудка. Я не думаю, что там какая-то диета. Я предполагаю, что что-то такое прикольное. А вот. Без утверждения. Значит, по поводу остальных присутствующих там, ну, кто там? Там мужиков-то особо не было. Кто? Дима Билан. Ну, он двухстворчатый. Киркоров, двухстворчатый. Они всю жизнь ходят, полуговая, понимаете? Вот. Мальчишка там этот, ну, видимо, что не вложили родители в него ни воспитания, ни вожества, ни морали, никаких ценностей. Он пришёл там, натянул на тетородный орган, ну, носок. Ну, хорошо, круто. Сейчас на 15 суток его закрыли, ещё штрафанули на 200 тысяч. Ну, нашли козла отпущения. Понятно, что по-хорошему, если уж, ну, предъявлять кому-то, это нужно предъявлять организаторам вечеринки. Вот, госпожа Явлеевой. Но, видимо, в нашей стране и... Хорошо, возьмём завтра, да. Видимо, в нашей стране людям, имеющим какую-то медийность, дефис власть, дефис деньги, ну, им многое сходит с рук. Ну, вот, нашли мальчишку. На кого-то ж надо было наказать, понимаете? Потому что, ну, там и в генпрокуратуру были направлены жалобы. Поэтому, вот, сейчас этот мальчишка по полной получит. А кто присутствовал на этой вечеринке, тому, ну, как с гуся вода. А вот. Ну, тетородный орган, это и есть писк, ребят. Я просто выражаюсь нормальным, ну, человеческим языком, без вульгарщины. Вы не знаете, что такой тетородный орган? Да там нет никакой темы, Сакина. Это просто задали вопрос, поинтересовались и ответил людям, какая моя реакция на всё на это. Да мне, ну, ребят, мне вообще, что шло, что ехало. Что шло, что ехало. Куда пропал? Да никуда, Радмир, здесь, куда я пропал, здесь. Бриллиант на попе за 23 миллиона, простите, ну, фотксюш. Имеет возможность. Это первое, второе. Как проверить? 23 миллиона стоит или нет? Это ожерелье или колье. Ты же не проверишь? Я тоже могу сказать, что у меня тетородный орган на 40 сантиметров. Поверите, поверите мне? Нет, конечно. Самойлова, да, Самойлова офигела, они быстренько с Жиганова туда срулили, ну, чтобы не попасть под прессинг. Но этого всё равно было недостаточно, потому что было сделано уже достаточно фотографий, доказывающих присутствия там. Да, Лолита всю жизнь, слушайте, Лолита последние, по-моему, 5 лет, она полголая на сцене пляшет в обтягивающем комбинезоне. Как бы я на то... Образ Лолиты вообще меня никак не удивил, не смутил. То есть, ну, она... Я даже немножко так, ну, думаю, что-то как-то слишком одета была Лолита. Выглядишь так... Ты красива, совсем не видно, что бухала. А я не бухал. С чего ты взяла, что я бухал? Я с дочкой нахожусь. Когда я буду бухать? Когда, когда он уже газировки не пьет. Газировку я не пью, он, дочь говорит. Ты сына своего видишь? Вижу. Фанту не пью, говорит. Какие вечеринки можно делать, но без фото и видео? Невозможно, невозможно. Они сделаны для того, чтобы показать людям, как они могут отдыхать. Ты что, не понимаешь? Фанта знают, конечно. Забери мне вон сумку. Вы думаете, это что делается? Для их, для их компании, для их души нет. Это идет показательные, показательные вечеринки. Вот, посмотрите, как мы можем... Вот вы там последний хрен с солью доедаете, а у меня на жопе бриллианты на 23 миллиона рублей. Ну, поэтому... Без община. Без община. Я как человек православный могу сказать, что это без община. Это огромное количество грехов было. И чревоугодие, и восхваление там было, и тщеславие. Ну, а оно все это все наружу. Хорошо выглядишь. Спасибо, Орлова. Спасибо. Орлова тоже там была. Да плевать, слушайте. Ребят, кто это такие? Кто они такие? Скажите мне, пожалуйста. Что они сделали для развития хип-хопа в свои годы? Ну, что? Да и дочь, ну забери, пожалуйста. Я же разговариваю. Ты не видишь? Тогда не играй с ней. Тогда закрой ее в ванной. Если она тебе мешает. Все, встань с этого одеяла, на котором она играется. Потом будет попа чесаться. Вы так пишите, Орлова. Это кто это вообще такие? Кто это? Кто эти люди? Они что сделали там? Не знаю. Для развития атомной энергетики. Не знаю, что они сделали. Они в космос были отправлены. Они что-то дали людям. Они вышли из своей зоны комфорта. Кому-то где-то как-то что-то. Ну, ребят, да тормозите его, Господи. У вас показатель... Три спетых песни под фанеру. И вы думаете, что это все? Успех всей жизни? Я тоже себя, кстати, хочу наперед убегать. Я тоже себя... Я себя не отношу к каким-то легендарным личностям. Я обычный пацан, такой же, как вы. Ваш, не знаю, сосед по лестничной клетке. Ваш одноклассник, бывший парень. Не знаю, ваш брат, младший, старший. Я обычный простой пацан. Были бы у меня такие деньги, веселился бы я так. Не могу сказать. Потому что, говорят, деньги развращают. Ты не можешь контролировать себя. Но я точно знаю, если человек добр и чист сердцем, при наличии больших денег он останется чист на сердце, как мне кажется. Ну, а человек алчный, злой, вычурный, он будет просто усиленно все это выпячивать. Ну, как мне кажется? Мне кажется, что... У меня разные тоже ситуации в жизни были. Когда ничего не было и были деньги. Ну, понятно, не такие огромные, но были. Становился ли я хуже? Нет. Жили ли мои родители, мое окружение, мои друзья и семья лучше, да? Ой, Сталина на них нет. Господи. Ой, Орлова собак спасает. Ну, хорошо. Это хорошо. Молодец, Олечка, молодец. Я тоже знаю большое количество людей, которые спасают животных и детям помогают. Но они об этом не рассказывают никому. Они просто берут и делают. А. Клава. Клава. Что такое, не могу понять. Что случилось у тебя? Дом нашел? Я между двух огней, ребят. Не то, что между двух огней. Я дом... Послушайте, смотрите. Нужно рационально... Рационально. Орлова хорошая, талантливая певица. Да кто же спорит, моя золотая? Никто же не говорит ничего плохого про Орлова. Хорошая, талантливая певица. Вот. Заслуживает народную. Артистки России, я считаю. Ну, еще пару орденов кавалера, мужества и тому подобного. Еще дать лауреата комсомола и ленинских премий всяких разных. Ну, и обвесить еще всеми премии от золотого граммофона до грэмми, чтобы все это было увешано в квартире. Я считаю, что вот она этого достойна. Ну, и, в принципе, взять, вычеркнуть Терешкову и вписать фамилию Орловой, как первую женщину, побывавшую в космосе. Вот. А Валентина пусть как бы, ну, будет забота. Клава, я сказал, слезла быстро. Кто, кто, кто? Никто же ничего не говорит. Никто ничего плохого не говорит. Ну, ребят, если у кого-то проблемы с чувством юмора, если никто не понимает сарказма, если никто не понимает, ну, остроты общения, ну, мне вас жаль. Ну, идите тогда, не знаю, пройдите какое-то лечение. Клава, у Собчак дно пробито. Послушайте, Собчак такой образ. Она и этому образу придерживается. Было бы странно, если бы она пришла, ну, зная, какой дресс-коп, пришла бы, но одета. Ну, не образ такой еще, блондинки в шоколаде. Поэтому к Собчак вообще вопросов нет. Все уже прекрасно знают, кто она такая, из какого она тесто. И с чем ее едят. Поэтому не могу понять, почему вы до сих пор удивляетесь. Что вас так удивило вообще во всем этом? Ну, что вас... Клава! Что вас в этом... Что удивляет вас? Пошел бы к ней на интервью. А мне рассказать ей нечего. Мне рассказать ей нечего. Да и особо информационного повода никакого нет вокруг меня. У нас же как в стране? У нас, если ты любишь, у нас, если ты любишь детей, родителей, занимаешься каким-то добрым делом, ты никому не нужен. Ну, ты никому не интересен. Стоит тебе только немножко обосраться. Ну, вот. Развод, предательство, измена, авария. Добрый вечер. Ты становишься героем. Вот. На которого потом начинают равняться. Мир перевернулся, мои золотые. И это как бы, ну... Это уже понятно, это очевидно. Все, все, все кверх ногами стало. Верх ногами. Бедная собака. Почему бедная? Нет, хорошо выглядит очень. Она не слушает их дочь. Это так. Они просто лишь будут, что-то, воздух испортить. Почему бедная? Меня удивили геи, сосущиеся я там и парень с носком. Почему челюсть едет? У кого? У меня едет челюсть? Почему? У меня челюсть едет? Как едет челюсть? У парня нет челюсти. А кто ты такой вообще? Я? Я человек, у которого ты в эфире сидишь. Как известно, как жена дочка. Такого-то нигде не вышли в цене. Я им хочу тоже сказать. Ну, скажи, что. Ну, папа нет челюсть. Как нет челюсти? У вас же челюсть. У нас же, понимаете, у нас же спрос раздает предложение. Вот если вы обратите внимание, вот каждый день выходят новости с фронта, да? Вот, с фронта. Где каждый день десятки... О! ЗСВО заговорили, и все зависло сразу. Ну, сейчас отвиснет. Сейчас отвиснет, говорю. Отвиснет, отвиснет. Следят за нами, ребята. ЗСВО заговорили, и все сразу зависло. Да уже не зависаю, угомонитесь. Уже не зависаю. Отвиснет. Продолжение следует...